За редкими исключениями, вроде нашего игрушечного Hello World, реальные Java-программы состоят из десятков, сотен, а нередко и тысяч классов. Распространять Java-программы в виде папочек с тысячами маленьких класс-файликов было бы крайне неудобно. Поэтому инженеры Sun придумали упаковывать класс-файлы в архивы. Такие архивы имеют расширение JAR, однако по сути своей являются обычными zip-архивами с одним небольшим дополнением. В JAR дополнительно содержится специальный файл, так называемый манифест, с мета-информацией о программе. Например, имя этой программы, версия и имя главного класса. В JDK есть отдельный инструмент для работы с JAR-архивами. Он так и называется – JAR. Упаковать нашу программу в архив очень просто. Это делается следующей командой. Мы указываем имя создаваемого архива, имя главного класса, которое будет прописано в манифесте внутри этого архива, а дальше перечисляем все файлы, которые хотим упаковать в архив. Можно просмотреть содержимое созданного архива, не распаковывая его. Здесь мы видим тот самый манифест с мета-информацией. В нем прописано имя главного класса нашей программы. Также можно распаковать архив при помощи следующей команды. Если в JAR прописан главный класс, то запустить такую программу очень просто. Если главный класс не прописан, но нам известен, то запустить программу тоже нетрудно. Здесь мы видим, что в класс Path допускаются не только директории, но и JAR-архивы. Java программы часто зависят от сторонних библиотек классов, распространяемых как JAR-архивы. Для того, чтобы скомпилировать программу, использующую сторонние классы, надо объяснить компилятору, где эти классы найти. Это делается при помощи параметра Class Path. В виртуальной машине тоже надо иметь доступ ко всем классам, используемым программой. Поэтому все необходимые JAR-архивы также добавляются в Class Path виртуальной машины. Здесь есть один тонкий момент. Под Linux разделителем элементов Class Path будет двоеточие, а под Windows здесь должна использоваться точка с запятой.